И всем салют, дорогие друзья, с вами снова я, Спайк, и сегодня речь пойдет о 14-й по счету Танибаты. Тема фестиваля была мистическая Танибата или таинственная Танибата, кому как угодно. Там вот написано сзади таинственная. Ну, там по сути была тема Gravity Falls, ну сам я Gravity Falls ни хрена не смотрел, ну да, признаю, косяк мой. А вот, ну, говорят, что тема была хайповая года три назад, но почему-то тему выбрали именно эту, ну не знаю. Вот, ну, как всегда, фестиваль проводится на высоком уровне, сценки, все, косплеи, все было круто, здорово. Я попытался взять интервью у людей, ну, конечно, лучше бы я этого не делал вообще, ну, хотелось чисто протестить свою аппаратуру, технику, свой диктофон и петличку боя. Вот, ну и результат можете видеть, в принципе, сами, как по качеству звука именно получилось. Ну, изображение мы снимали на телефон, поставлены на штатив, но оператор мой косил подгопника и было очень весело. Вот, я вообще вел как полный, ненормальный, неадекват, ну, все как обычно, в принципе, ничего нового. Вот, ну и запомните, никогда так не берите интервью у людей, никогда запомните, это просто дно, это трэш. Не знаю, ну я, конечно, посмотрел, это было смешно, вот, ну не знаю, вам понравится, нет, ну, возможно, что понравится. А скажите, как вы давно аниме индустрией занимаетесь, увлекаетесь вообще? Ну, как тебе сказать, дружок, я, наверное, уже год пятый этим занимаюсь и мне все нравится. Почему? Потому что шишки. Вот это вот ответ хороший, вот это мне нравится. Я бы сам под шишкой посидел бы неделечку. Так в чем проблема, у меня целый пакет лежит. Так чего же мы ждем? Вот и я так думаю, сейчас я тебе подгоню одну. Пошли, давай. Спасибо. Ты уже здесь, вот тогда ты телепортируешься. Иди сюда, блин. Вот, держи, братан, ни в чем себе не отказывайте, большая шишка. О, всю жизнь мечтал, а? Хорошая дурь, а вот кипятком запаривать или как? Это уже в зависимости от предпочтений. Хочешь так, хочешь не так. Я больше занюхнул. Договорились. Спасибо. Да не за что, обращайтесь на это. Короче, посмотри, вот это вот отрезочек с собой. Это просто best cosplay, best of the best. Ничего не скажем. Роману просто респект. Он в каждом, каждый год нас удивляет своими образами. То он был настоящий критик, то страх и ненависть в Лас-Вегасе. Ну вообще, красава, пацан. Вот, респектос ему. Вот. И у меня сзади мой оператор балуется опять с бутылкой Mountain Dew. Пошли мы на фестивале представителя фэндома Сталкер. В общем, хотели взять интервью. Так сказать, спросите, как давно увлекаешься косплеем вообще? Как решил до Сталкера косплеить вообще? Как это дошло до тебя? Просто нравилась игра тебе и все? Ну, во-первых, это уже пятая Танибата, на которую я пришел. Первый раз просто так. Со второго раза уже начал косплеить. Ну и именно косплей Сталкера это уже второй год. Ну, то есть в прошлом году первый раз и в этот уже второй раз. Немножко с модификациями. Ну, понятно. Ну, я тебя помню. Ты в прошлом году тоже Сталкера делал. Ходил тоже, фоткался, помню, да. Ну, первый раз все без косплея ходят. Обычно на разведку просто, а потом уже как бы понятненько. Ты вообще сейчас Сталкера играешь? Да, уже давненько не играл. Времени нет. Понятно. Работаешь, учишься? Работаю. Понятно. То есть... Похоже на страйкболь. А у тебя автомат-то страйкбольный или? Пневматик. А, пневматик. Ну, круто. Да. Вообще, сколько тебе костюм обошелся так по деньгам? А, почти 40 тысяч все вместе. Несило. Ну, это больше такая страйкбольная, да? Больше такая экипировка. Комбез это, да, страйкбольный на заказ. А, прикольно. Ну, можно как бы и в страйкбол погонять, и как бы в коспле сделать. Можно просто по лесу побегать. Да, да. Классная штука. Спасибо. А, мы на Танимбате, и сегодня мы встретили персонажа из Блудборна. Это вот... Охотник. С Охотник, с PlayStation 4 игра, топ игра вообще. Это как Dark Souls, а те же разработчики, я с вами помню, да? Вот. Как ты вообще до косплея дошел? Тебе так, персонаж мне понравился, что ты решил сделать? Это, скажем так, это первая платина на PlayStation 4, которую я взял. Ну, да, ну, классно. И ранее... Я вообще реконструктор по жизни. А, ну, то... То есть, в принципе... Реконструктор и косплей — это две вещи. Косплей, и тем более, это, скажем так, практичный косплей. То есть, этот плач будет у меня на повседневную носку. Ну, да, да, это как бы... Я тоже всегда беру такой образ, в основном, классический. Ну, да, да. Насколько мы уже видели. Просто один костюм по всей косплею просто. Идеально. Это нормально. Практичность — это сама лампа. Просто есть такие люди, которые кучу денег тратят просто на косплей, а в результате они ничего не делают сами. Ну, просто там, знаешь, некоторые там шьют сами. Они, как будто налики что-нибудь заказали. А, похрен. Ну, вот, получается, мне плач немножко помогли пошить. И шляпу. Ну, понятно. Не, ну, с кожей, понимаешь? Ну, трубы, да. Все натуральные материалы, все кожи. Ну, понятно. Не, ну, это да. Это как типа велюра. Это замша? Замша. Ну, дорого. Смотрится дорого, да? Вот. Круто. А вот это сам дело, да? Фанера сам делал полностью. Вот. Ну, нормальный человек сам косплей делает, а не покупает на Алиэкспрессе. Запомните. Вообще, косплеер — это сразу как бы я актер, чтобы в образ сжиться. И, соответственно, он на все руки мастер. Начиная там, не знаю, от укладки париканом, заканчивая там лобзиком, чтобы работать детальком. Не будем показать пальцем. Да, 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 да. Вот. А вообще, ты аниме смотришь или только по играм? Ну, с недавнего пор переключился на аниме. А, ну, прикольно. Чего посмотреть успел? Ну, это Горен Лаган. А, ну, Горен Лаган, да. Ну, Берсерк, понятно, классика. Берсерк, да, это темная фэнтези, это прям... Ну, как раз же Дарксоус сделали по Берсерку. Да, 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 да. Ну, как игравший в Дарксоус и Блэкборн, сам понимаешь, зашел Блэкборн. Не, Блэкборн, он круче, я соглашусь. И по стилистике? Ну, он больше динамичен. Дарксоус, он такой, как, типа, неспешный. Не больше динамичен, а больше историчен. Тут же все-таки Лавкрафт. Ну, да, что-то такое, да. Ближе, скажем так, нашему реальному миру. Вот, я еще пробовал Нью. Нью, вообще, Нью, динамичная такая хренота японская. Ну, просто все в стилистике, там, ну, вроде как по истории идет. Ну, там немножко нестыковочки есть, там, как бы, ну, там, вот это вот мистика, там, все вот это вот идет, там, все типа демоны вылезли. А так, там, типа, персонаж, ну, типа, исторически достоверный, да. Ну, там, типа, Японию, что ли, объединил, или что-то такое, когда там кланы дрались от, там, вот эти вот. Война воюющих государствах. Ну, да, да. Ну, Нью, там, больше, как бы, динамики, вот. И, там, больше, как бы, комбы надо проворачивать, то есть, там, не успел увернуться, все, ты умер, короче. В общем, надо просто задрачивать комбу, вот. Ну, и, как вот в третьем Dark Souls, там, вот это вот, то, что босса бьешь, а потом он форму меняет, короче, это тоже, там, может, типа, у него меняется тактика поведения, в общем, тоже подстраивается. А Bloodborne есть такой? Я просто не играл. Bloodborne в дополнение есть боссы с тремя фазами. А, вот, это уже, вот, это уже, по-моему, после Dark Souls'а третьего они сделали, или до еще? Bloodborne, потом Dark Souls'а третьего. А, то есть, они, видимо, Bloodborne и своровали эту идею, скорее всего. Разрабатывали одновременно, что поделали? Ну, да, да, да. Ну, и фишку, судя-то, одна, по идее. Вот, ну, в общем, спасибо тебе большое. Сегодня мы нашли героев Наруто, это вот просто мультик мечты. Виталий Курумы, ну, респект просто, он это увидит, он скажет, все, я еду на Танибату, не буду ее закрывать, там, сидел. Ладно, он просто бесится, его не приглашают. Потому что народу персонажей не приходят на Танибату, он бесится. Не, он просто живет, черти где, и его девушка бросила. Ну, и сейчас не об этом, ладно. Что можете рассказать? Я вот так понимаю, это... Сакура. Черт, забыл, Сакура. Это Хинато. Ну, Хинато я помню. Мамка Сарады. Мамка Сарады? Да. Мамка Сарады. Мы родители Баруто просто. Боже мой, я-то думал. Моё-моё, что за... Ну, да, ты же Хинато, точно. Мамка Баруто, мамка Инаджуина. Мамка Баруто, мамка... Больше у нас тут одни мамки. Да. Просто это вообще топчет. Садыки собрали чисто. Вот. Что вы можете рассказать? Как вы давно косплеем занимаетесь, увлекаетесь? С 12 лет. 20. А вам сколько всего лет тогда? 19. 17. Нифига себе, круто вообще. Это моя первая Танибата. Ну, это ее первая. У вас не третья Танибата уже? Моя уже пятая. Ветеран. Ветеран просто. Ветеранище. Ну, я вообще аниме начал смотреть с 2013 года, если что. Так что я так... Я Наруто не смотрел. Ну, злая, злая. Как можно классику не знать? Ну, там много серий. Да, все, каких-то 700. Ну, если филлеры не смотреть, то, может быть, там, как-нибудь можно выиграть. Ну, вообще интересные, интересные. Ну, да. Да я иван писатель не смотрел. Я вообще длинное не люблю. Я люблю покороче. Ну, там что-нибудь там. 24 серийное. Максимум 100 серий. А силе, а потом брось. А фэритейл 100 серий выдержал, а потом не стал смотреть. Фэритейл всего посмотрел. Даже мангут прочитал. Вот видите, какие тут люди сидят. Они фэритейл весь посмотрели, мангут прочитали. Психи, а народу посмотрели. Анимешники, фууу. Нет, да нормально. Нет, да мы все такие, господи, что ли. Ну, я, конечно, только не смотрел, но нормально. Что? Куда? Куда ближе? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А то я могу подыкать. Вот. А вообще, вы давно аниме смотрите вообще? Ну, с 13-го года. Тоже с 13-го. Ну, да, да. Ну, года лучше два. Ты не смотрел. Нормально. У меня где-то тоже, где-то. Года четыре я тут смотрю. Кого у вас первого аниме? Вообще, первое аниме я посмотрела, когда мне было лет пять. Это были Хаяо Миядзаки. Не, первое серьезное аниме, которое посмотрела эльфийская песня. У меня тоже, кстати. Да, вот это там кровищи много, если что. 12-летний ребенок. 12-летний ребенок много кровищи, эльфийская песня. Мне понравилось. Еще один кадр пришел. Как вас зовут? Ты пришел? Инкогнито. Инкогнито. Он это инкогнито. Он не хочет расшевать свое илью. Это ихняя вайфу. Вот. Да, да, да. Это какого персонажа ты делаешь? Хакуза. А, Хакуза. Ну, я на Руд не смотрел, не знаю. Ну, Виталик заценит. Виталик, знаю, румын, знает, кто это. Определенно, он на Руд осмотрел. Вот. А ты из какого года аниме смотришь? Вообще не смотрю. Ну, я... Затащили пацана на аниме, короче. Мне сказали, сделай вот этого человека. Все собрался, сделай. Чисто подбили пацана вот так вот. Я вообще аниме не смотрю. Вот, нормальный пацан на заводе работает, а его на аниме тусовку пригласили просто. Ну, у нас оператор, он не лучше, он гопник, он вообще в кепочке ходит. Семки нужны еще. Семочки ему, да, на картонах сидит. Вот, ну, не лучше. Ладненько, все, спасибо. Сколько вам лет вообще в тусовке? Ну, как бы нам всем одинаково лет, да? Ну, да, только он мелкий, ему 14. Ты, блин, что такое? А нам по 15. Ну, это круто, круто. Вот ребеночка привели, пусть просвещается. Не, ну, правильно, надо новое поколение обращать, а то что-то анимешники вымирают. Да, вымирают. Мы со своей культурой хотим его познакомить. Я тут самый тушный, конечно. Ну, он с нушками, он реально true пацан. Четчет пищечку. Четчет, четчет пацан, мужик. Мы уже начинаем забывать, как выглядят настоящие парни. Вот примерно так. Это да, это да. Примерно. Ну, что, идеальный программист с него получится, я не знаю, там, этот, хакер какой-нибудь. Хацкер. Хацкер, хацкер, да. Что, смотрели Кунг Фюри? Честно, нет. Ну, хацкера знаете. Да. Хацкер, да. Я бы мог соврать, но зачем нет. Ну, затем врать, правильно. Все правильно. Честные люди. Вы какое-нибудь аниме сейчас смотрите или... Of course. Какое? Какое? Я резерву пересмотрю. Скажи, смотри. Я романга-сенсей. Нормально, резерву круто. Как вам этот трапчик там местный? Ну, очаровывает. Просто очаровал мое сердце с первого взгляда. Не, ну, он хороший пикдарюга. Нормально. Я бы ему вдул когда-нибудь. Хорош. Да, да, да. Вот. Ну, неплохо, неплохо. Так, а что еще? А какое вообще первое аниме? Какое все затянуло тут фигню? Хаяо Миязаки. Ясен хрен. Так, он уже второй человек, который говорит Хаяо Миязаки. Ну, это, блин, подозрительно, однако, да. Началось все с бездомного бога. Ну, да. Для кого как, для кого сериальчиков, для кого с полнометражек все началось. А потом мы узнали про этот фестиваль, пришли сюда. Это вообще все, кто затащили. Да. И все, назад пути нет. Отлично, мне это нравится. Вот. Ну, а я, собственно, посмотрел Пиратов Черной Лагуны и меня понесло. Ну, тоже одинаково. У всех нас и носит одинаково. Просто занесло, да. Ну, я закинуло. Просто с куришем, давай, поехали, 2014, на Тани Баду будет круто, он мне сказал. Ну, мы приехали, как Лохи без косплея, короче, в кусту просадели, короче. Ну, да, отличная вообще. Сидели, фоткали всех. Да, вот, с бинокля, смотрели там. Пантушоты, короче. Это самый первый у него атаку. Потом ты постепенно поднимаешься, и ты уже такой более прошайный. Через четыре года приходишь с сушками. Да, да. Как он? Я смотрю, у тебя брелок киса. Да, офигенная группа. Вообще топ, пацан, ёпта. Кис армии рулит. Это круто. Да. Я вот сам кис кис слушаю еще на раз. С 80-х годов. Если бы я мог, я бы тоже с 80-х послушал, но так как родился... Буквально вчера. Почему вчера, если сегодня? Только родился уже анимающий. Ты только родился сегодня? Понятно. У меня ж нару до пеленал. А, руто пеленал? Оооо, хорошо. Такая улыбка была. А, мать твоя? Хорошо. Конечно же, Юрий Плесецкий. Не, ну не, ну как вам сзади, пидары, на льду? Ну вот меня оскорбили. А ты что, Юра Плесецкий? Нет. А чё ты? Я Никифоров. А, ты Никифоров. Ну ладно, да. Ладно, сочувствую. Кому скидывать на донат лечение? Сразу мне. Можно вот прям сейчас доставать мешок зельгами и мне, да, наличкой. И я, конечно же, пойду всё на лечение отдам. Ссылочку оставим тогда в описании, короче. На лечение скидывайте. Скидывайте мне на лечение, пожалуйста, вот, мне очень надо. Пикачу плохо. Очень плохо. Вообще. На покеболы скидывайте. Ха-ха-ха. Ладно, на покеболы. Негде жить, понимаете, ребята. Негде жить, да. Покеболы дорогие, ипотеку надо брать. Всё плохо, жизнь боль. За площадь платить. Давайте мне мастербол, пожалуйста. Налоги за площадь. Налоги за площадь. Да, да, да. Налоги платить. Ну, тяжело Пикачу же. Очень тяжело. Ой, ну ланенько, спасибо вам, чуваки. Не за что. Классный, ребят, привет, тебя как зовут? Лера. О, спасибо. У меня Николай. Здорово. Да. Тебе сколько лет? 16. А, понятненько, не раздненько. Вот, ты вообще с какого года аниме смотришь или ты не? Я аниме вообще не смотрю, да? Абсолютно. Это с игры делаешь, да? Это Skyrim, да, это Эйва Охотница, Skyrim. А, ну да, по древней Свитке, все дела. Не, ну Skyrim для Нордов. Серия, это просто... Темное Братство. Ты вообще с какой серией познакомилась, Skyrim? Со Skyrim. Со Skyrim. С Skyrim. С Skyrim. С Skyrim я начала играть около двух лет назад в Обливиан. Ага. Вот. И мне не понравилось. А потом я поехала на ролевую по Моровинду. Привет, не Фрильтл, Густаво и всем братьям Нордов. Вот. Да, я поехала на эту игру, и там я отыграла Норда. Очень-очень крутого Норда. Привет, гильдии воров. Ладно, все, хватит. Продолжаем дальше. Ну, то есть ты играла только в Skyrim, а Бривиан, а Моровинд играла? И я ездила на ролевку по Моровинду, потом я играла на стоке по Моровинду, потом я влилась в мир древних свитков, и я просто, просто купаюсь уже в Тессе, я изучаю все, что можно, я просто уже истинный фанат Тесса, вообще всего, всего, вообще всех этих свитков. Ждешь вообще шестую часть? Нет. Не ждешь? Нет, не жду. А почему? Ну, вот так вот. Там вроде обещают уже будет лето, солнце там. Я играю в компьютерные игры очень-очень мало, я больше люблю изучать прям вот вселенную целиком. Прямо ворка. Прямо вот по все, что по канону было, вот все. То есть ты в игры особо не помилу? Да, да, я только в Доту играю, у меня 2000 рейтинга, ребят, добавляйтесь там. 2000? Да. Круто, у меня 700. Иисус меня зовут, там, а иди скину в комменты. Ага, классно, классно, классно. Ну, я в Лигу Легенд играю, Лига для пидора, в общем. Ну, да. Ну, нормально. Я в Доту как-то поиграл, 200 часов накатал и бросил. А у меня и на игры на 3000 часов, добавляйтесь, я с вами с удовольствием поиграю. В ВОВ могу поиграть, в Доту с вами. Потом в КС-ку. В КС-ка. Ну и все, наверное. А, еще могу посетить в Героям Чаи Магии 5, в Диабло 2, в общем, добавляйтесь, пишите, ссылка в комментариях. Ха-ха-ха. Ха-ха, это не без шикарного, ставим. Вот. Ну, да, у тебя в ВКонтакте есть что-то там. Да, ВКонтакте, ссылка в комментариях. Всем привет, братьям Нордом, Скайриму и всему там Риэлю. Ну все, спасибо тебе. Мы встретили оборотня. Просто оборотня вообще. Ты вообще любишь ужастики смотреть? О, да. Самое веселое, что может быть. А, да, я тоже любил. И особенно Фредди Крюгера в молодости так тек от него прям вообще. Вообще. Вообще красиво. Я так как под кроватью прятался, как смотрел было. Ух, хотел посмотреть, там ли он или нет. Ну да, да, да. А потом уже только заложить. Да, да, да. Страшное дело было. Да. В общем, нормально. Вот. А, да. Ты вообще какой раз, Натани Батик? Оло, 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 может 6 или 5. 6? Нормально уже. Мне где-то раз 5 уже. Я с 2014 где-то. Не, ну да, где-то то же самое. Да, где-то 13-14. 14-го года. Ну да, нормально, нормально. Ну в общем, 5 лет, грубо говоря. Вот. А ты вообще косплей делал какой-нибудь? Нет, слишком ленивый. Ну, я тоже. Я просто пиджак купил и все. И сказал, вот мой косплей. Люди в черном. Ну да. Мы так же это пропиарим коньяк, этот черный русский. Знаешь, баннер такой. Нигадный, ничего такого. Да, 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 да. Это на промах рекламы, все нормально. Вот. Ты вообще аниме увлекаешься или так? Да, смотрю. Ага. Что смотришь вообще? В основном все, что, блин, придется по вкусу. Ага. Какое твое первое аниме было? О, ладно. Сейлор Мун. А, Сейлор Мун. Это 90-х где-то, да? Ну да. То есть, конечно, патенты я показывал. Да, это было золотое время молодежи, показывает Сейлор Мун. Девушки тогда жутко текли от этой херни японской. А пацаны просто хайли. Еще я помню на магнитофонах, в окно магнитофон вытаскивали и врубали Сейлор Мун, девки. И просто сидели, кайфовали вообще просто. А пацаны врубали какую-то кислоту ебучую. И просто это был вообще такой музыкальный батл назывался. И пошло кто громче. Кто громче, да. Но в результате подъезжал этот самый, не помню кто, дядя Вадик, короче, на девятке, короче, сабвуфером. И просто стекла разносились в щепки. Ну, в общем, на этом Сейлор Мун больше у нас не включали после этих дней. Печально. Да, печально, да. Так садамаск. Да, еще было прикольно, когда пацаны втихаря смотрели Сейлор Мун, но при этом говорили, что не смотрели. Да, 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 это самое главное. Это самое главное. Ну, ссыка все смотрели. О, прикольно. Да, 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 да. Ну, не мы не любим. А покемонов смотрел? О, покемоны. Блин, сколько ностальгии. Как мы фишки играли. Фишки, карты. О, бля. Я бы сейчас зарезался, бы паркетичку. Вот. Карточки мы там подменивался. Вот, круто было. Коллекция фишек. Сыка покемонов. Да. А еще все гонялись за каким-то пластиковым фишками. Ты помнишь? Были картонные, были пластика. Пластика были. Да. Очень ценный. Прям вот. Если ты, ты мог просто колоду у пацанов всю выиграть. Просто все фишки нахер. Кланы еще правильно на вид. Да, да. Все применяли разную тактику бросания фишек. Это было просто волшебно. Ты потянул, перебивай. Да, да. Да. Были времена. Это было круто. Это было. Было. Ништяк. Жалко. Время пошло. Вся всякие бакуганы, всякая дичь. Да, породи всякие. Недересные. Для молодежи всякую хрень делают. Вот. В общем, не то уже, не то. Не то. Не то. Эх, где мое детство? Тебе, кстати, сколько лет? 24. Бля, мне 25, я старший. Течет. Скоро на пенсию. Ну да. Тут на пенсию еще рано. Немножечко осталось еще поработать. Полвека где-то. Еще полвека и на пенсию овось. Голосуйте за Владимира Владимировича. Не прогадаете. Да, не прогадаете. Ну все, спасибо тебе за интервьюшку. Хорошая. У нас компания. Мы встретили милую, одинокую девушку Натани Батти. Она просто стояла в тенечке и наблюдала за всем этим безумием. Вот. Как тебя зовут? Юля. Очень приятно. Меня зовут Николай. Приятно. Тебе сколько лет? 20. Ну мне 25. Ну 5 лет разницы, да. Ну не посадят, уже радуют. 8 лет строгача пацану не грозит. Уже хорошо. Вот. Ты вообще давно аниме увлекаешься или ты как-то? Ну больше 10 лет. Что, с 10 лет уже аниме смотрят? Меня подсадили где-то лет в 8. У тебя родители такие, да? Хорошие? Блин, ну все, трогача. Вот бы мне таких родителей. А, вот я бы уже Наруто бы все посмотрел. Ван Пис бы, эх. Да, ну. Вообще у меня батя сразу канал переключал. Там Сейлорму шла в 90-х. Такой. Не, фу, нафиг. Выключи это японское безобразие. Вот. А еще я по трансформерам тек. Вот их японским еще тогда показывали. Еще давно, по-моему, по ТНТ. С утра еще врань. Вот. Ну тоже мы что-то там смотрели, смотрели. Ну батя надоел. Он сейчас тоже смотрел со мной, а потом им надоело. Он сказал, что это за херня. Они постоянно этого Мегатрона бьют, бьют, бьют. Он только вот почти вот тычку плюнь на него. Просто он упадет. И все, он повержен. Не понял тему. Нет, они, короче, берут его в следующую серию. Он убегает как-то там, сваливает там огородами, короче. Эти такие, ой, блин, ну ладно. Ну окей. Ну не догнали. Ну черт с ним. Ладно. Прикончим потом. Это я каждую серию. А серия там 700, я не знаю сколько-то. Ну как обычно. Там наснимают японские мультоделы. Во, я бы так сказал. Мультоделы японские. Вот. А ты на Тони Байте какой раз уже? Первый. Первый раз? Да. Ну я уже пятый. Ну я с 2014 года, мы с другом решили съездить. Я тоже без косплея был. Просто так приехал посмотреть, что тут творится. Вот. Ну в результате тут такая атмосфера прикольная, конечно. Тони Бат, конечно, как тебе вообще она? По атмосфере. Интересно, конечно. Весело? Да, есть такое немножко, такое веселье, интересно. Вот. Что еще тебе сказать? Ты на следующий год собираешься вообще приехать? Если смогу, конечно. А ты с Ростова? Да. Нормально. Не, а ты работаешь, учишься? Я работаю. 20 лет уже работаю. Блин, как я работаю. Ё-моё. Я тоже 20 лет пошел, пацаны, работать, так что уважуха. Респектус. Ну хотя у мамки на шее не сидишь, уже радует как бы. Плюсик. Тоже верно. Да. А какое твое первое аниме? Шаман Кинг, наверное. О, Шаман Кинг, идущая по СТСу. Это было просто божественно, пацаны. Это было, как вчера помню. О, Йоа Сакура, это просто топчик, да. Ну мне Зиг больше нравился, он такой пидорок такой крутой. Ну что, это такая накидка крутая такая была. В общем, уже сасный такой. Да, сасный пацан. Вообще, всем нравится тупо негодяй и злодей. Конечно, они самые харизматичные. Ну да, они больше харизма. Харизма прям и прием. Вообще. Классные чуваки, классные. Вот. Какой тебе вообще главный злодей нравится? Самый любимый? Да. Даже не знаю. Я всех их люблю, они все классные. Не знаю, наверное, Айзена стоит упомянуть. Это откуда? Из Блича. Порядок бы я Блич когда-нибудь. Эх, доберусь. Шикарнейший мужчина. Я загуглю фоточки, потом вечером посмотрю. На сон грядущий. Правильно, так и надо. Ну да. Ну что, сасных пацанов только вечером смотрю. Какой твой любимый опенинг, кстати? Все опенинги One Piece'а? Ну, я бы одну бы серию посмотрел. Практически все. Было бы круто, конечно. А мне больше нравится опенинг с этого, с токийского гунгера, там, вставка. Ну, особенно первый сезон. Ну, второй сезон вообще говно. Ну, там не очень. Третье, потому что это вот начальник. Ну, неплохой, да. Первый сезон, а круто. Сойдет. Ну, такой. Ну, чувак просто пищит клево. Чувак пищит круто. Еще крутой опенинг. Ну, тоже этот же чувак поет. Это «Девяносто один день». Смотрела? Начинала. Ну, как тебе? Неплохо. Атмосферно очень. Ну, очень классное аниме. Мне вообще вот «Девяносто один день» зашел, потому что там, ну, больше такие вот, ну, двадцатые годы. Мафия, интересно, да. Да, там. А, и как тебе главный герой «Девяносто одного дня»? Очень интересный молодой человек. Ну, он же как бы типа родители убили, он начал типа мстить. Скажем так, месть – это не самое лучшее. Ну, да, он как бы внедрился к этому плану. Я же не досмотрела, давай. Ну, ладно, пойдем все без спойлеров. Там самое интересное в конце, это просто там просто непонятно, что там в конце. Там вот прям вот загадочка. Ну, я не знаю, второй сезон, что-то я не думаю снимать. Если я найду время, я обязательно посмотрю. Ну, как сказали, то, что второй сезон типа не будет, потому что первый типа не оправдался, что ли, то ли, ну, какой-то оно не очень популярно, что ли. Не знаю, ну… Не всем такое заходит. Всем больше заходит «Боку на хер академии». «Боку на пика», что ли? А, «Боку на пика». «Боку на пика» все, сука, любят, да. Хорошая идея. Как ты отточься к трапам? Положительно. Но я к ним не отношусь. Это уже круто. Ну, дай боже. Ну, ладно. Хорошо. Ух. Ну, все, на этом закончу. Спасибо. Привет. В общем, как тебя зовут? Меня зовут Дарина. Какого персонажа ты делаешь? Лентау, Шамана Кинга. О, Шаман Кинг – это классный фэндом. Вообще, люблю. Я Шамана Кинга. Вообще, я думал, что это не аниме. Я думал, это просто какой-то мультик вообще. Ну, это по эстетски он, по-моему, в 2003 где-то шел. По-моему, где-то такой. Вот. Ты вообще давно на фестиваль ездишь? Или в какой раз? Ну, не так давно. На Танибате вообще первый раз. Я в основном у себя в городе на фестивале ходила. В Краснодаре. А, понятно. Ты с Краснодара? Да. Я первый раз на Танибате. Был я в Краснодаре на Киберконе. А, да. Я тоже там была. Да, классно. Ты кого на Киберконе делал? А, у меня был персонаж Ханью из-за игры Ан Меджин. Не знаю, ну да. Это китайская игра, еще пока мало кто ее знает. Китайской игры я не играю. Тебе сколько лет вообще? Ого! Ну, мне тоже 25 лет. Вот. Это, конечно, хорошо. Ты вообще косплеем давно увлекаешься? Или вот? Нет. У меня был большой перерыв. А так, ну, в целом лет 5. То есть, недавно только вернулась. Решила забросить, но потом опять вернулась, потому что не могу без этого. Не, ну, это такое дело. Тут, как бы, влился, уже тяжело слить. Да, да, да. Уже, как бы, хочется что-то сделать. Ну, я тоже что-то около 5 лет так вот фигню и страдаю. Ну, не 5-4. Первый год я просто приехал, а остальные года там, ну, там, по мелочи что-то делал. Один раз выступал, ну, хреново. Вообще, пусть я на сцене выступаю. А что было такого? Ну, было просто очень хреново. Я, в общем, дефиле выступал. Очень было хреново. Я делаю Мюки Рицу, Гус Фейта. Фейт Зеру смотрела? Да, да. Как тебе аниме? Ой, я люблю. Очень люблю. Любишь? Да, да. О, наконец-то я нашел человек, который любит Фейт Зеру. Вообще, тебе какой Фейт нравится? Лучше Бануч Сбатки, который я прям очень люблю. Которая 2006 года. Да, 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 да. Мне новая как-то не очень нравится. Ну, старая всегда лучше, мне кажется. Старая, она как-то больше как-то не... Хватит. Все, спасибо тебе. Ну, еще подвигайтесь в пианах конвульсии, где контент нужен. На пикло. На пикло. На пикло. На пикло. Агент Джей. Ха-ха-ха. Хорошая песня. Ха-ха-ха. Смотрите мне память. Блядь, ну не пистолетом же. Не пистолетом. Вы ж гуманный человек, остановитесь. Мне мокия. Не дай письмо. Бля. Русси, как вы прокомментируете это? Ну-ка не выебывайся, нахуй. О-о-о-о, полегче. Красиво. Зашибись. Умеет, пацан, уже профессионал, руку набил. И технику тоже. Технику он тоже набил. Много очень, оператор. Я тебя люблю, честное слово.